Партнер консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин, с нами на связи Михаил Иванович. Здравствуйте. Добрый день. Вот у меня как раз вопрос по поводу поставок газа через Украину. Почему они до сих пор продолжаются? Почему контракт не разорван? Хотя дип-отношения разорваны, идут боевые действия? Ну, со стороны «Газпрома» нужно выполнять обязательства перед покупателями, перед клиентами, которые определены долгосрочными контрактами. То есть здесь что-то нужно делать, иначе «Газпром» очень сильно пострадает. Со стороны Украины, ну, судя по всему, это сотрудничество с Европой и Соединенными Штатами Америки, где не вводили против газового экспорта никаких санкций. Вот при отсутствии всяких санкций – «бизнес as usual», как говорят. Так, но тем не менее, вот Франсуа Фион уходит из Сибура, «Эксон» отзывает своих сотрудников, «Тоталь» говорит, что не будет новые проекты открывать. А вот с «Газпромом» все равно продолжаются отношения. Вроде с одной стороны все отказываются работать, и некоторые, кстати, футбольные команды от «Газпрома» отказываются от контрактов его, а здесь нет. Ну, почему от «Газпрома» тоже отказываются? Вы посмотрите, корпорация Royal Dutch Shell, которая была основоположником промышленности сжиженного природного газа в России, с единственным крупным заводом на южной части Сахалина, с тем проектом «Сахалин-2», куда из-за административного нажима влез все-таки «Газпром» получил контрольный пакет. И теперь Shell, который является оператором этого проекта, она уходит. То есть «Газпром» остается наедине с двумя японскими компаниями, и не исключено, что японские компании тоже попросятся наружу, потому что, во-первых, «Газпром» без Shell, у него нет никакого опыта в сжижении газа, в управлении этим заводом, уходит оператор, тот, кто построил завод. И поэтому, да, «Газпром» остался тут, мягко выражаясь, на бабах. И что это грозит «Газпрому», как он будет дальше проект разрабатывать? Ну, неизвестно как, потому что планы были построить еще одну третью линию, там две линии технологические по сжижению газа, но у «Газпрома» там газа не хватает, потому что «Газпрома», вот проект «Газпрома Сахалин-3», он под санкциями. Они не могут никак ничего там делать по очень простой причине. Потому что американцы ввели санкции против разработки проекта, против разработки Южно-Киринского месторождения, и «Газпром» очень сильно там пострадал, у него просто нет газа, чтобы выполнять свои обязательства, чтобы открывать новые производства по сжижению газа и выполнять даже новый контракт с Китаем по поставке газа. Поэтому положение-то у «Газпрома» не ахти какое. А как-то ему будут помогать? Нет, ну «Газпромы» всегда помогут, потому что это государственная компания, у нее политические рычаги есть не просто в правительстве, а лично у президента. И поэтому «Газпром», конечно, не пропадет, пока президент ведет себя как главный управляющий этой компанией. А как рассчитываться с ним будут, если много банков теперь под санкциями? Как Европа будет деньги перечислять? А здесь вот эта большая проблема не только у «Газпрома», но и у российских компаний, у экспортеров. Во-первых, банки просто боятся открывать кредитные линии, оформлять аккредитивы на оплату поставок газа и нефти из России. Очень плохо себя в отношении России повели даже китайские банки, которые не хотят финансировать или кредитовать такие сделки. «Газпром» здесь в той же самой ситуации, что и нефтяные компании. А в принципе Европа как-то способна перейти на уголь или перекупить СПГ из Азии, если уж пойдет до конца и откажется от «Газпрома»? Ну «Газпром» всех пугает, что у вас там газа не осталось, что у вас совсем ничего. Мы когда смотрим на графики заполнения резервных хранилищ в Европе, мы видим, что они вполне в пределах пятилетнего коридора. Не самое плохое положение, и они вполне справятся с этой зимой. А на следующий год, вот сейчас уже в Германии, например, правительство ввело новые нормы по заполнению летом резервных газовых хранилищ. Алжир пообещал увеличить поставки газа из жижного природного газа и трубопроводного газа. Ну, я полагаю, что ускоренные и усиленные меры по сокращению зависимости от «Газпрома», они к будущей зиме уже будут приняты, и, скорее всего, Европа, ну, где-то быстрее, чем ожидалось, сможет обходиться без российского газа. Ну, кстати, вот сообщение от «Реоновости», заявляет, что Европарламент принял резолюцию, где призвал ограничить импорт в ЕС нефть и газа из России, также запретить новые инвестиции Евросоюза в Россию и исключить Россию из SWIFT. Вот это, видимо, подтверждение к тому, что, да, будет от политики? Ну, это не просто подтверждение, но, в принципе, чем дальше идут военные действия, тем больше будет санкций, больше будет вот таких вот действий, направленных против российской нефтегазовой отрасли. Мне сейчас уже из Германии, друзья говорят, знаешь, если так дело пойдет, и если нынешние власти в Германии, нынешние правительства не обеспечить отказ от российского газа, ну, просто правительство полетит, настроения в публике как раз вот такие. Кому теперь российское сырье-то продавать? Один Китай остается? Ну, у Китая тоже вот капризы по морю, он уже не соглашается, потому что аккредитивы не оформляют китайские банки. Остается только получать нефть, скажем, по нефтепроводу Восточный Сибирь, Тихий океан, ну и тот, а нефть, за которую Китай не платит. Он уже заранее предоставил деньги Роснефти, теперь Роснефть просто посылает туда деньги бесплатно. Ну, поэтому Китай, этот маршрут поставок нефти в Китай, он работает. Но прибыли дополнительной никакой он России не дает. Ну, я так понимаю, вы описываете довольно серьезные санкции, такое не очень приятное развитие событий для Газпрома. Это вот на ваш личный взгляд остановит Кремль в его сейчас действиях? Может сдать назад немного? Или уже все? Я в это не верю. Более того, деньги будут выделены Газпромом на то, чтобы строить еще какой-нибудь мега-супер-пупер-трубу из северо-западной Сибири, аж через Монголию до китайской границы. Что-нибудь такое? Потому что компания не так работает. Она должна осваивать, ну, что называется, пилить бабло. Давайте вот прям так. Не, ну пилить-то нужно с чего-то, нужно заработать, чтобы распилить. Дадут, найдут. На это деньги вот всегда для Газпрома в России находились. Где-нибудь на здравоохранении или образовании нет, а вот для того, чтобы Газпром ненужную никому трубу построил, на это всегда деньги найдут. Да, Михаил Иванович, спасибо вам большое. В эфире «Артвей» был партнер консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Продолжение следует...